Всем фуд привет! Меня зовут Макс Брандт, вы на канале обзоры ресторанов, а я в Москве на Патриках. И слева от меня Ава. Проект Артема Лосева, Виталия Истомина и Антона Пинского. Я думаю, что тем, кто ходит в ресторанах в Москве, эти имена много говорят. Проекту уже несколько месяцев, но здесь постоянный биток. Мы два раза пытались сюда прийти без брони, и не получалось сесть. В этот раз решили забронировать, причем завтраки тоже ухватить. Там есть пара позиций, которые достойны вашего внимания. Ну и так в целом, судя по инстаграму, там ярко, там интересно, инновационно. Да, господа, такого максимально неудобного для съемки ресторана не было очень давно. 11 утра, в Патрике, биток, то есть мы сидим зажатые между гостями, поэтому очень эмоционировать, громко говорить, возможно, не представляется. Свет тоже не включится понятным причинам, а сам свет в ресторане довольно тусклый. То есть есть прожектор вниз на блюдо, но получается у меня очень страшная тень. Более того, конкретный стол забронировать было нельзя. Мы бы у окошечка сели, либо в углу, но, к сожалению, сидим между гостями, да, и их немного смущаем, мы сами немного смущаемся. Но, надеюсь, еда сполна покроет все эти футблогерские неудобства. Порядка 15 блюд. Для худеющих, ну, кино, фреш ролл, смузи не сегодня. Сладкое. Для настроения, фреш, детокс, вода, лимонады, согревающие чаи, кофе и декаб. Мы специально пришли в 11, чтобы и завтрак захватить, и обычное меню тоже. И, кстати говоря, у нас всего 2 часа, то есть стол с ограничением по времени. Потому что по-другому здесь, видимо, никак. Ну, будем успевать. У нас час завтраки, час обычное меню. Нужно звать спецанта и уже с ним общаться. У вас точно были вот эти вот... Творожные сырки, которые... Да, да, да. Именно они. 50 как-то. Да, да, именно они. Креветки с пармезаном в каком виде они? Там, смотрите, там креветки, они обжариваются, подаете смысл из пармезана. Слежа между шоком и миксом зеленью. Опа. А вот Royal Detox, хурма, груша, кокос. Мне кажется, это тоже интересно. Произошло буквально чудо. Освободился стол у окна, и нас смогли пересадить, чтобы чуть получше была картинка. Опять же, не идеально, но я и этому рад. У нас первое завтрачное блюдо скрэмбл с копченым угрем и соус мунаги 750 рублей. Да, за завтрак, за яйцо, за омлет 750 рублей, но на патриках я уже ничему не удивляюсь. Три жирных куска угря, соус мунаги очень с тяжелым таким запахом и, соответственно, яйцо. Ммм, соус очень густой, тягучий. Что по аромату тяжелый, что по вкусу. Интересно будет проверить сочетание. Кажется, что тарелка намного глубже и омлет пышнее. А получается, что здесь, ну, сантиметра полтора яйца. Так, ну ладно, идем дальше. Опрометчиво было бы целый кусок угря сразу есть, потому что их всего три. За ваше здоровье, господа. Угорь максимально нежен, максимально податлив. Яйцо тоже очень быстро проходит и даже на него внимания не обращаешь. А нужно бы, все-таки мы за него платим в том числе. Давайте все-таки отдельно, потому что угорь все у нас дело забил. Я понимаю, что яйцо не может быть сверхвкусным, потому что у него есть максимум вкуса. И часто мы его с вами дома за завтраком добиваемся. Но здесь прям хорошо. То есть ты кладешь 750 рублей и получаешь очень качественное блюдо. Без каких-либо вопросов, без каких-либо минусов. Нужно ли брать? Понятия не имею, нужно ли вам брать или нет, но я заказал и мне вкусно. Классный соус, грамотно приготовлен скрэмбл и, конечно, угорь тоже хороший. Если для вас вкус, баланс и качество ингредиентов первостепеннее цены, то это ваш вариант. Берите. Если нет, то, мне кажется, даже нет смысла идти на патрике. Будь серьезно. Завтрачное блюдо номер 2. Запеченный халуми с вялеными помидорами и кленовым сиропом 550 рублей. И почему-то вялеными с двумя Н написано. Ну, я думаю, что исправят ребята. В принципе, недорого по сравнению с предыдущим блюдом. Но здесь сыр халуми, зелень, вяленые томаты и пекан. Накрошен. В принципе, все. Что хочу отметить, уже во втором блюде отличный, яркий, приятный запах. Начнем с первого ингредиента, запеченный халуми. Знакомая текстура, слегка скрипит на зубах и сладость небольшая вот в сиропах и нового. Неужели это вяленый томат? Это манго. А где томат? Ну, я же не могу перепутать манго с помидором. А не подскажете? Да. А где томат вяленый или он как делается? А, у нас в данный момент вместо этих томатов манго. Ага. Понял. А то я думал, что меня уже переклинило. Спасибо. Не мог ожидать подвох и думал, что это желтые томаты. Очень плохо, что об этом не предупредили. Да, манго круче, дороже, чем томаты. Но я хочу быть готов к тому, что у меня в тарелке. А если у меня аллергия на манго или я не хочу экзотики? Манго классное, спелейшее, медовое, нектарное. Вот буквально само сжимается и дает сок. Но я хотел вяленые томаты, а получил обычное манго. А у нас детокс. И не просто детокс, а детокс роял. Хурма, груша, кокос. 550 рублей, собственно, по цене прошлого салата. Видим хурму на шпажке и нечто. Надеюсь, хурма есть и внутри. Трубочку не дали. Видимо, нужно бахать из стакана. Хорошо бы, конечно, хурму чистить. Я понимаю, что многие из вас едят с кожурой. Но мне кажется, что в ресторанах нужно бы это дело оголять. Было бы нежнее, а то ты в конце пережевываешь кожуру. Неплохо. Просто вот наблюдение. Я всегда дома чищу и ем только саму плоть. Какие говорят, в комментариях напишите, сколько из вас есть с кожурой, а сколько без. Очень интересно. Ну, а так хурма обычная, спелая, вкусная. Не вяжем. И теперь сам Роял Детокс. Обычный, знакомый, характерный запах смузи. То есть кокоса точно нет, хурмы тоже. Возможно, что-то грушевая есть. Но, опять же, я бы так не сказал. Пришлось сделать три глотка, чтобы начать понимать вкус. Молочная нота есть, груша чувствуется. А вот хурма в ее превозданном виде и кокос в любом виде не ощущаются. Это интересно, в целом приятно. Хорошо на завтрак. Но так, чтобы заказывать повторно, потому что это понравилось и потому, что мастер советую, такого пока нет. Наконец-то у нас на столе то самое блюдо, ради которого мы встали на завтрак. Творожный сырок с фисташками 490 рублей. Это не просто блюдо, это спектакль, потому что у нас сырок и фисташка играют роль сосисок и горошка. А это у нас мангово-малиновые соусы. В целом, подача приятная, знакомая и талантливая. Давайте вначале гарнир. Фисташковый марципан. Я вот думал, в каком виде? Может быть, обточили орех до шарообразного состояния? Нет, это все-таки ореховый сладкий марципан. И давайте творожный сосисочный сырок. Очень деликатный, с растящей глазурью, а внутри то ли брауни, то ли шоколад, то ли все вместе. Ну, вот, по сути, сверхъестественного вкуса здесь нет ничего. Просто вкусно, просто сбалансировано. И подобный вкус можно получить, наверное, от некоторых вкусов Байо Александров. Приступим к соусу. Начнем с манго. Легкий манго-соус, который можно встретить в чизкейках, манговых, панакотах и малинках. Несладкая совершенно, как будто перетертая и эспумированная. И давайте вот так. Не сказал бы, что стало лучше. Сырок сам по себе хороший. Первый час прошел, завтрак закончился, и мы переходим к основному меню. Оно уже, конечно, потрепаненькое, потому что сколько здесь народу проходит, это к уму непостижимо. Завтраки только недавно ввели, а вот это уже несколько месяцев, да. Ну, посмотрите, как это нужно уже скоро менять. К шампанскому. Ро, закуски и салаты для худеющих. Паста-ризотто, горячие блюда, десерты, завтраки до 18. Но это такое обрезанное меню завтраков. На самом деле, нужно приходить до 12 на полноценное. Коктейли, виски, аперитивы, дежестивы, ром, джинн, манки 47, 1250. А что вы хотели? У нас там скрэмбл был за 750. Есть пара позиций, которые я точно возьму, за которыми я и пришел. Ну, а что-то посоветуют товарищи официанты. Был у вас на завтраке. В целом понравилось. Огромное спасибо. Сейчас пришли пообедать. Точно закажем жиле из шампанского со свежей земляникой. Это потому, что у вас визуальный мастхэп. Самый популярный, самый вкусный. Это пончики с крабом и айоли в злаймах. Это получается мясо краба смешанное с креветкой. Немного лосося. Все это панировки с кракмала и обжаренного плитюра. А это все внутри креветка, краб и лосось? Это безумно. Я понимаю, но знаете, чего я боюсь? Что краб падет под гнетом лосося и креветки. Нет, ни в коем случае. Вы раз таки будете прям сусом с крабом. Да? Да. Я запомнил. Берем пончики с крабом, лососем, креветкой и айоли из лайма. Хлеб уже понадобится. А он как комплимент. Всем или только мы? Всем, кстати. Тогда понадобится. Комплимент, награда за контент. Это у нас хлебная корзина. Вот такие вот горяченькие. Только что выпеченные куски хлеба. Хрустящая корочка. А внутри мягонько. Бездрожжевой. На закваске. И вот такое вот масло. С добавлением песта, базилика и цветочная соль. Что бы это ни значило. И тарелочки, кстати, смотрите, какие. Веселенькие, интересные. Комфорт-посуда, так сказать. В том плане, что отсылка к понятию comfort food. Сказали, что предлагают всем. Поэтому я смело могу брать. И так вот раз. Как прекрасен этот хлеб. Посмотри. Как это. Правда, здорово. Соль. Немножко рецепторы. Раздражает масло. Душистой зеленью. И, конечно, сам хлеб. Ну, здорово. А тем более, что бесплатно. Раздел к шампанскому. Пончики с крабом и айоли из лайма. 750 рублей. Закуска. Пончики с крабом, креветкой, лососем. В количестве 8 штук. И вот такой вот манговый айоли соус. Помните, что нам обещал официант? Что будет чувствоваться краб, несмотря на другие морепродукты и рыбу? Я бы назвал это байца для богатых. Это очень сочно и весьма приятно. Креветка не чувствуется. Знаете, что чувствуется? Лосось. Как будто ты ешь пончики с лососем. Краб, только если вы о нем думаете, вам попадается на рецепторы. Но вот дай мне просто эту позицию без объяснения. Я бы сказал, ну, классные рыбные пончики с лососем. Краб дает нежность, но не вкус. Креветка непонятно, что дает и в каких она количествах. Потому что она вообще здесь не присутствует во вкусе. Судя по волокнам, краба здесь процентов 40. И это неплохо. Но лосось, сколько бы его ни было, он все равно доминирует, к сожалению. И точно 750 рублей не окупается цена, по ощущениям. Вот убери краба. Оставь немного креветки для сочности и лосося. И стоило бы это рублей 400-450. Было бы тоже классно. Так все-таки ты ждешь краба. Тем более, что в меню кроме него больше ничего не отмечено. Но, к сожалению, приходится убеждаться, что крабу никто не товарищ. И все-таки бойцам было больше 8. Давайте вместе с соусом. Манго с айоли. Очень классное сочетание. Соус шикарный. К бойцам подходит. Все вкусно, все здорово. Но единственная претензия. Не хватает краба. Он заявлен как бы как кликбейт, как то, что хочется заказать. Мы получаем, по сути, рыбно-морепродуктовую тему. Ой, да как верить после этого официантам? Спасибо за снег из юдзо. Он как никогда кстати. Блюдо из раздела Ро. Себас с помидорами и соусом из тофу. 730 рублей. Подача, опять-таки, интересная. Какая вот, знаете, праздничная, аттракционистая. Томаты. Себас внизу. Вот у нас снег из юдзо. В общем, да. Богат. Давайте все-таки начнем с себасика, чтобы понять, что за основа у нас. Вот здесь, в отличие от сэмпра, очень спокойный, совершенно несоленый себас. И это здорово. Классная, близкая к свежей рыбке. Замороженная, да, но не несколько раз. И давайте вот так возьмем. Возможно, повторюсь, но вкус филигранный и очень отточенный. И самое главное, знаете, что... Точнее, одно из. Это бакинские томаты. Они мясистые, сочнейшие, спелейшие. Ни разу не пластиковые. И это очень здорово. Знаете, в чем ценность блюда? И загадка. В том, что вроде как есть себас. Спокойный, неяркий по вкусу. И к нему добавлено много чего. Соус, помидор, юдзо. И все вот это такое яркое, дополняющее. И при этом рыба вообще не пропадает. Она чувствуется. Она не на задворках, она в авангарде. Она впереди. Удивительно. Удивительно, как подобран баланс. И все это вместе выверено. Это очень вкусно. И по ощущениям, соно окопается. Мы переходим к основному горячему блюду. Это у нас картофель англер с черной икрой за 1200. Мусс из пармезана, зеленое масло, картофель, черная икра и соль. Все наши. На самом деле, у Виталия и у Артема очень сложная задача. Они открывали аву как ресторан, близкий к домашнему, к знакомому, к понятному. Но открылись на патриках. И здесь, если просто подашь картошку с сосисой, то люди не поймут, ходить не будут. Поэтому приходится идти на компромиссы и делать знакомо вычурное. Англер как раз-таки одно из таких блюд. Вроде как картошка, вроде как с сыром. Но при этом черная икра, при этом соль, которая, видимо, тоже цветочная. Ну, и нашим, и вашим. Хорошо ли это? Я думаю, что это правильно, так скажем. Давайте пробовать основное блюдо за 1200, которым одним. Вы точно не наедитесь. Работаем. Начинаем с муса. Очень резкий, знакомый вкус пармезана в легкой форме. И давайте картошечки. А вот не так, чтобы и режется. Потому что она уже порезана. И я думаю, что стоит вот так вот делать, как праздничный торт. Мы все-таки здесь как на праздник пришли. Поэтому я думаю, что вот так вот мы сделаем и попробуем полноценный кусочек. Чтобы была и картошечка, и икра, и соусы, и все на свете. За ваше здоровье, здоровые мои господа. Честно говоря, выпендрешь. По сути, картошка достающе вкусная. Соус сливочный. Сыр чувствуется. И все. 1200. Я понимаю, за что. За черную икру, потому что иначе не было бы смысла и возможности делать такую цену. Мы на патриках, но... Ну, сфоткали вы это. Хорошо. Дальше что? Просто картошку идите. Вкусно, нежно, приятно, сочно, хрустящую. Пожалуйста. Я здесь другого и не ожидал. Но все все понимают. Это вот такой честный развод, честный маркетинг. Смотрите, у нас знакомое блюдо в инновационной подаче. Здесь не просто сыр потерт, а эскума с зеленым маслом. Не просто какая-то добавка, а черная икра. Я это уже видел, я это уже пробовал, я это уже знаю, поэтому мне не так, чтобы суперинтересно. И придя сюда без камеры, я бы это еще раз не заказал. Вот сибаса точно бы повторила. А это, ну, чисто аттракцион. Перед десертом всегда освежаем рецепторы. И это у нас домашний лимонад, корица, груша, бергамот. Точнее, груша, корица, бергамот. Простой стакан, без вензелей, без узоров. Листочек, много льда, соломинка. Ну, все на месте. Давайте пробовать. Вы не поверите, в аромате только бергамот. Ни корицы тебе, ни тем более груши, которая первой заявлена. Так. Занятно, давайте пробовать. А вот тут и корица пошла, и груша на своем полноправном месте. Бергамот дает ощущение, что ты пьешь холодный чай. Лимонад сладковатый, невыдающийся, но при этом вкусный. То есть, в нем нет ничего вау и того, что заставило бы нас отдельно ради него приходить. Но, в целом, добротненький. И перед десертом, я думаю, что самое то. И я готов к фирменному десерту. Десерт награда за еду. И сегодня у нас то самое блюдо. Желе из шампанского со свежезем леникой 650 рублей. Да, такая подача много у кого была в Инстаграме. И в Инстаграме своего заведения тоже показывается, как эталон инновационности. Желе, цеменика, клубника, шампанское и крем-пломбир. После картофеля англер понял, что правильно не заказал сметанник с золотом, потому что 750 рублей и половина – это стоимость золота. Ну, а это хотя бы красиво и не везде так. Точнее, я такого нигде не видел. Единственное, что мы желе и шампанского пробовали в «Хорошей девочке», но там было другое. А здесь прямо вот в виде плода, точнее, в форме плода. Давайте отдельно крем-пломбир. Ребята, это очень здорово. Вот растаявшее мороженое, теплое. Причем натуральное, вкусное, а не то, которое в воду превращается. Да, и это восхитительно. И вот этим бы кремом начинить какой-нибудь пончик, или, может быть, гаромбабу, или, может быть, какую-нибудь трубочку. Сестричка-семляничка. Кисненькая зараза. С нотой шампанского. И давайте все-таки самое главное. Нежнейшее желе из шампанского. Правда желе и правда шампанского. Такой завтрак нужно заказывать в выходной день. Сейчас понедельник. Кстати говоря, биток до сих пор. То есть все вот эти вот два часа, что мы не сидим. Меньше столов не становится, а люди меняются. Поистине аристократический десерт. Спокойный, ненапряжный, с изюминкой, точнее, с земляничкой. И вкус шампанского тоже здесь на своем месте. И очень приятен и уместен. Попробуем такую композицию. Это легко, это необычно. Естественно, вкусно. И не на один раз. То есть это хочется повторять. Может быть, не каждый раз, но через посещение, я думаю, что захочется и в целом стоит. Классное завершение. Отличного обеда. Здесь, на удивление, ничего не придумали. Обычный поднос, обычный чек. И мы видим 6 тысяч 20 рублей за 9 позиций. И 10 это комплимент. Слушайте, я думал, что это дорого. Пока пробовал, пока брал. Но сейчас понимаю, что здесь наедаются или плотно перекусывают 3 человека. То есть по 2 тысячи рублей на патриках в Ави на самом деле адекватно. То есть когда мы смотрим итоговую сумму. Но все-таки пройдемся по блюдам отдельно. Скрембл с копченым угрем. Позиция безугорительная по вкусу. Но цена немного смущает. 750 рублей за омлетик с угрем можно. Можно. Но тут я бы на самом деле подумал еще раз. Хотя, опять же, повторюсь, по вкусу очень здорово. Запеченные халуми с вялеными помидорами. По цене адекватно. Вкусно. Для завтрака подходит. Творожный сырок с фисташками. Это ярко. Это интересно. Но второй раз, по сути, вкусный сырок, но уже который не восхищает видом, за 500 рублей вряд ли вы закажете. Но на первый раз для фото, для видео точно стоит. Пончики с крабом и Айоли из лайма. Тут, конечно, позиция слабоватая для такой цены и названия. Потому что там только краб. Без креветки, без лосося. А по факту лосось есть очень хорошо чувствующийся. Креветочка дает сочность и местами проблескивает. Но, конечно, краба и след простыл. Это бы я не посоветовал. Не то, что невкусно, а потому что название с ценой и с ощущениями не стыкуется. Себас с помидорами и соусом из тофу – это классная позиция. Да, 730 за закуску. Но настолько выверено, настолько прекрасно по вкусу, ярко. И Себас чувствует себя королем. Его никто здесь не забивает. Это блюдо точно советую и сам сюда за ним вернусь. Картофель англер с черной икрой за 1200. Понимаю, зачем блюдо в меню. Понимаю, кто его берет. Но не понимаю, зачем брать его второй раз или первый раз его брать нам с вами. Просто дорогая картошка, просто с дорогой икрой. Напиток груша, корица, бергамот нормальный. Можно брать, чередуя с другими. А вот желе с шампанским и зеленикой я бы точно советовал. Либо утром в выходной, либо вечером после романтика. Потому что это приятно, интересно, вкусно, инновационно и красиво. То есть эта позиция мастхевная точно первый раз. Но я думаю, что второй, третий можно заказать и не обломаться. Оплачиваем карты и оставляем хорошие чаевые. Даже несмотря на то, что официант нас нагрел с крабом в пончиках. Даем 15%. И я хочу взять на себя транзакционные сдержки 53 рубля. Чтобы сотрудник получил полную сумму. По итогу АВА это еще одно нестыдное заведение, куда можно смело идти, если у вас есть бронь. Без брони я думаю, что вечером вообще не попасть. Утром и днем проблематично и как повезет. Но в любом случае я советую. Есть позиции более выигрышные, есть позиции менее выигрышные. Есть те, которых все понятно сразу их брать не нужно. Есть те, которые достойны вашего внимания и ваших денег. Мне понравилось. Я надеюсь, что вам тоже. Вы поставили лайк. Хорошо, вкусно, сытно поели под меня. Ссылки в описании. Лучше всех. Макс Брандт. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова